Здравствуйте, это программа «Свободный разговор» и сегодня ее для вас проведу я, Вячеслав Половинко. В Казахстане создано, или точнее будет сказать, воссоздано новое министерство, Министерство информации и коммуникации. Об этом заявил президент Казахстана Минурсултан Назарбаев в тот же самый момент, когда объявлял мораторий на резонансные поправки к земельному кодексу. Из-за этих поправок, в частности, прошли многочисленные митинги в разных городах Казахстана. И все бы ничего, но вот загвоздка. Первейшей задачей министерства станет мониторинг СМИ, вне зависимости от форм собственности, и туда впервые включаются соцсети, в том числе личные аккаунты. А это означает, что аккаунты тех же активистов или даже оппозиционеров, чего уж там, теперь тоже будут тщательно просматриваться государством для того, чтобы якобы оперативно реагировать на актуальные проблемы общества. Но не станет ли этот мониторинг инструментом контроля и таким вот новым инструментом репрессии? Тогда ведь и решать проблему, в принципе, не нужно. И поговорим об этом с сегодняшними моими гостями. Это адвокат Джангель Сулейманов. Добрый день. Добрый день. И журналист и правозащитник Андрей Сверидов. Андрей, также добрый день. Добрый день. Джангель, давайте начнем с вопроса к вам, поскольку вы, как удалось нам понять из мониторинга соцсетей, мы выполнили функции министерства в каком-то смысле, один из немногих публичных сторонников не только Министерства информации, но и контроля над соцсетями. Я попрошу вас тезисно для начала описать, в чем вы видите плюсы от создания этого министерства. Плюсов очень много, я могу даже их вот прям назвать подробно. Первый плюс – необходимо урегулировать соцсети, это однозначно. Дело в том, что, что получилось. Соцсети же – это молодое достаточно явление, да. И яркий пример таких случаев, например, у нас есть закон об электронной цифровой подписи, да. Раньше не было ЭЦП, не было закона, ну это же нормально же. Не было автомобиля раньше, не было закона о дорожном движении, да. Не было там еще много чего-чего, и, естественно, законов не было. Сейчас соцсети появились, ну не только соцсети, но и другие различные интернет-ресурсы. Я полагаю, что в этой части действующее законодательство, ну, например, римское право, да, у нас основа является римское право, оно же не могло предположить полторы тысячи лет назад или две тысячи лет назад, что соцсети появятся и заложить в римском праве контроль за соцсетями. Поэтому современное сегодняшнее настоящее право, оно не успевает за действительностью, и я полагаю, что создание этого министерства, это восполняет пробел в этой части. Поэтому я полагаю, что это нужно делать, плюсов будет много. И в первую очередь плюс для кого, Вячеслав? Плюс для тех, кто и ратует за свободу слова. Потому что сегодня, как получается, сегодня многие же не понимают, на грани они законодействуют, незаконно, потому что трудно применить нормы гражданского законодательства. Но как только появится возможность четкого регулирования, те самые борцы, сторонники свободы слова, им самим легче будет даже намного находиться в этой сфере, понимаете, да? Потому что они будут знать, что входит в их этот, что не входит. — Андрей, смотрите, вот Женгильдей говорит, что восполняет пробел, ну и вообще это очень полезное министерство. Вы, как журналист, на которого это министерство в том числе будет воздействовать, как к нему относитесь? — Ну, я бы сказал, довольно безразлично. Вот, скажем, в самом мониторинге я не вижу, ну, большого зла, если понимать, под мониторингом только наблюдение. Вот есть люди, они, кстати, это не новость, в Акиматах есть отделы управления внутренней политикой, а в них отделы мониторинга. Ну, поручено там одному или нескольким чиновникам там на Алмату или на Алматинскую область, если так сказать, Талдыкургане. Вот сидят они в Акимате и отслеживают, в смысле читают всю прессу, читают все сайты, смотрят все телеканалы. В какой-то мере я сейчас этим не очень активно занимаюсь, но так, в 2000-е годы, в 90-е я тоже примерно этим занимался, хотя не могу похвастаться, что читал все тысячи СМИ, которые вводят, естественно, но довольно много газет, так, 10-12 названий уж как минимум читал. Вот, когда появился интернет, то еще примерно 5-6 сайтов. Ну, понимаете, я их читаю, и если мне что-то не нравится, я при всем желании не могу авторам непонравившихся публикаций испортить жизнь. Дело в том, что ведь те отделы в Акиматах, которые мониторинга при управлениях внутренней политики, они ведь этим не ограничиваются тем, что читают, составляют сводки и куда-то докладывают. А теперь, получается, эта система ставится на более широкую основу. Видимо, эти отделы из Акиматов будут переподчинены не министерству, как его отделы на местах. И то, что они там отнаблюдают, и то, что по их чиновничьим понятиям нарушают законодательство, а реально мы прекрасно понимаем, что охотиться они будут не за нарушениями законодательства как таковыми, а за нарушениями, скажем так, отступлениями так называемой генеральной линии партии и правительства. И подавать, составлять материал на закрытие, на штрафование, на возбуждение уголовных дел. Вот это, я считаю, безобразие. Вот в этом зло. Вот этого быть не должно. Поэтому я против этого. Вы этого не боитесь? Нисколько этого я не опасаюсь и не боюсь. Я хочу сказать, что я согласен с Андреем в части того, что мониторингом это, конечно, не закончится. Потому что мониторинг – это всего лишь часть. Это верно, это наблюдение. Но если будут какие-то случаи нарушения законодательства, призывы к свержению власти, официальные призывы, то я думаю, что государствослужащий обязан будет пресекать такие случаи. Поэтому в этой части я вообще, наоборот, за то, что был порядок. Но вы ведь сам активный пользователь социальных сетей, в частности, Фейсбук. И скажите, вот по-вашему, является ли большим нарушением, например, карикатуры Фейсбуки на президента? Нет, это незаконно. Я юрист, я мыслю категориями нарушений. Для меня есть понятие нарушения, может быть, этические, нравственные, а есть нарушение закона. Законом предусмотрено, что в отношении президента нельзя допускать какие-либо там неуважительные карикатуры. Это однозначно. И вообще, и вообще дальше, если говорить не только в отношении президента, в отношении любого лица нельзя проявлять неуважение в любой форме. Либо в форме слова, либо в форме жеста, либо в форме вот именно карикатуры, рисунка, либо иных форм. Потому что это запрещено не только у нас, это запрещено во всем мире. Ну и в частности, естественно, глава государства, он является же, ну, у него особый статус. Вы понимаете, да? Поэтому я полагаю, что здесь нарушение закона однозначное. Вас убеждает такая мотивация, что вот есть нарушение в соцсети, надо на него реагировать? Нет, не убеждает. Почему? У меня к соцсетям особое отношение. Несколько, я бы сказал, многие, наверное, фанаты соцсетей на это обидятся на меня, но отношение несколько снисходительное. Я считаю, что я воспринимаю в соцсети, в фейсбук, в контакте и так далее, я сам им пользуюсь, ну, как читатель, как пользователь, но воспринимаю их как, ну, в какой-то мере игрушку для взрослых или для подростков. И поэтому мне, помимо прочего, что я вообще категорически против любого случая, когда кого-то привлекают к реальной уголовной ответственности или административной за слово, за сказанное, не за действие, а за слово. Я категорически не согласен в том, что слово это тоже дело. Даже вот эта статья о этой, вот это вот, в Уголовном кодексе защите чести и достоинности президента, там этого не сказано. Это, извините, но, уважен, это расширительное толкование, я бы сказал, тоталитарное толкование. С тоталитарной точки зрения, да, президент священная корова, премьер-министр священная корова и все чиновники священные коровы. С демократической точки зрения нет в государстве и быть не должно людей, которые защищены от критики, от критического комментирования. Для меня немножко необычно мнение, уважаемому оппоненту и коллеге Андрею, в части того, что слово ничтожно, да? Не ничтожно. Слово это слово, а дело это дело. И караться слово не должно. Совершенно законодатель не относится к этому. Вот три-четыре тысячи лет, как только было создано понятие права, слово приравнивается к действию. Правильно, от этого надо уходить. Любая, не только наша казахстанская система, любая цивилизованная, демократичная, американская, европейская система к слову относится очень даже внимательно и за это преследует всех. Не дай бог, где-то в Америке можно оскорбить словом какого-либо лица, да? Это неправда, извините. Ну, хорошо, ну, смотрите, не вопрос. Слово, кто-то сказал из греческих философов, это действие. В законе четко сказано, что за слово нужно отвечать. Оскорбление, кроме как словом, нельзя нанести. Вы понимаете, да? Других форм еще никто не придумал, как оскорблять. Жест, это все преследуется по закону. И преследуется везде. Защита, почему придумали? Защита чести и достоинства. Защита чести и достоинства, это от слов только может быть защита. Защита чести и достоинства должна осуществляться в той же форме, в каком посягательстве наоны, если потерпевшие или кто-то еще это видит. Оскорбили словом, ответь словом. Неверный подход. Дело в том, что у нас есть, вы говорите о Конституции, статья 13, каждый имеет право на судебную защиту своего, на нарушенного права. Дело в том, что, послушайте, дело в том, что если кого-то оскорбили, он может обратиться либо в уголовный суд, либо в гражданский суд. Касательно статьи 19, о которой любят многие говорить, она состоит не из одной части, что каждая имеет, первая часть, каждая имеет право на свободу слова, цензура запрещается. Цензура, это же не свобода слова, это разные вещи. Цензура, это когда нужно обращаться именно за разрешением опубликовать какой-либо материал в госорган. Извините, цензура бывает двух видов. Вы говорили о разрешении. Хорошо, Андрей, смотрите, давайте мы по очереди говорим. Давайте, прежде чем вы продолжите, мы подключим к нашему диалогу президента и послушаем, как он мотивирует создание этого министерства. На данное ведомство необходимо возложить следующие ключевые задачи. Мониторг информационного пространства, средств массовой информации любой собственности, в любых форм собственности, включая интернет-ресурсы, социальные сети с целью оперативного выявления, реагирования на наиболее острые проблемы. Все собственники средств массовой информации, всех форм должны понять свою ответственность в данный момент развития Казахстана. Почему говорю о всех форм собственности? Сейчас не время нам либеральничать, нам надо страну сохранять. Сейчас время непростое. Казахстанцы не хотят украинских событий в Казахстане. Я это знаю. Пусть все слышат. А кто это хочет сюда принести, мы примем самые жестокие меры, чтобы знали и не говорили, что я не предупреждал. Андрей, ну ведь не время сейчас либеральничать. Что вы скажете? Не согласен. Во-первых, какое такое особенное время? Какая такая угроза для существования или территориальной целостности Казахстана? Я такое не вижу. Это, мне кажется, страхи, мне кажется, это паранойя. Либо те, кто так говорят, если они в это всерьез верят, то я бы им советовал, что называется, выпить валерьянки и посмотреть на окружающий мир спокойнее. Если же они сами в это не верят, а только пускают вот эти вот страшилки для того, чтобы зажать свободу прессы, собрания и так далее в Казахстане, то это они поступают очень плохо. Ну, возможно, президент имел в виду, я сейчас выступаю в роли трактовщика слов президента, но тем не менее, может быть, он имел в виду нашествие в сетях так называемых ноунеймов, анонимов, которые и, как считают некоторые, и раскачать общественный строй не против. Я вернусь, у меня получилось вернуться к той мысли, которую я полностью недостаточно, мне кажется, проговорил, о том, что не следует соцсетям относиться серьезно. Ну, не верю я, что, вот как вы говорите, анонимы или еще, как называют в интернете анонимусы, вот, что способны что-то там раскачать. Люди, которые наиболее жесткие, наиболее экстремистские даже высказывания в интернете, давно замечено, что со своего дивана они никогда не встают и никогда не встанут. Что, чем более люди пользователи в интернете агрессивны на форумах или экспансивны, там, эмоциональны на форумах или аккаунтах, тем более они пассивны в общественной жизни. Тем менее, они склонны отрываться от своего дивана и от маршрута домработы. Не верю я, не верю я, что из соцсетей, из форумов, вообще из интернета, из СМИ может исходить какая-то опасность, так сказать, снизу. А вот то, что сверху может исходить опасность, что под видом защиты статуса-кво, так сказать, стабильности и так далее, защищает на самом деле статус-кво коррупцию, бесправие простых граждан и, так сказать, всесилие чиновников, олигархов и так далее. Вот это мне, мне видится в этом вот это. Женгильды, ну вот действительно Андрей высказал интересное достаточно мнение о том, что может же стать так, что регулируя соцсети, вот это вот закручивая гайки, в итоге только все это выплеснется на улицу. Я думаю, что такого нет, нет, таких опасений у меня совершенно нет. Я думаю, что на улицу это не выплеснется, наоборот, нерегулирование, отсутствие контроля, мониторинга, наблюдения за соцсетями приведет к тому, что люди выйдут на улицу. Если же государство в рамках конституционных соблюдения прав будет действовать, я надеюсь на это, то я думаю, что мы не допустим именно волнения необоснованных, понимаете, да? И все равно я уверен в том, что защита, одна из функций государства, это защита своих интересов, как государство, да? Ну а государство стоит на интересах всегда жителей, да, граждан. Поэтому я полагаю, что в этой части необходимы прям меры, мы опаздываем по времени, по вопросу регулирования соцсетей. Тем не менее, может же стать так, что начнутся точечные репрессии, а вовсе не контроль, именно репрессии. Я бы сказал не начнутся, а продолжатся, и я бы сказал бы усилиться. Нет, репрессии могут идти в каком плане? У нас не будет репрессии. Я полагаю, что будет в рамках действующего законодательства, уголовного законодательства в первую очередь, у нас есть еще административное законодательство. Я думаю, в рамках вот этих законов, двух кодексов, будут просто преследоваться, так и должно быть, у нас понятие преследований существует, уголовных преследований, административных преследований. Я думаю, что если лица нарушают законы, то они должны быть привлечены к ответственности. У нас люди любят на Конституцию ссылаться. Статья 39 Конституция четко говорит, что права могут быть ограничены законами. То есть права могут быть ограничены. Нельзя говорить, что право, оно прям, знаете, такое абсолютное. Касательно любимой статьи вот «Свободы слова», там четко написано, что запрещено призывы к пропаганде войны, к социальной, национальной, сословной розни, религиозной розни. То есть нельзя говорить все, что хочет человек, вы понимаете, нельзя. Есть запреты. Многие любят ссылаться на пакт, да, о гражданских, политических правах сейчас нового года ООН. И все берут, выдергивают, что «Свобода слова». Там четко написано, что ООН рекомендует странам вводить законы, которые будут защищать граждан от оскорблений примерно и репутацию. А государство будет защищать от разных каких-то волнений. То есть почему-то люди берут вот так вот, здесь читай, здесь не читай. Так нельзя читать, нужно в совокупности читать. Везде в мире идет тенденция к тому, чтобы соцсети должны регулироваться. Опасный страх, что от них идет. А кто это будет решать, что они будут... Кто будет решать, что вот это можно, а вот это нельзя? Ну, вообще-то... Не, ну у нас как? У нас регулятором является таким... Есть нормативно-правы акты, а решает это либо органы следствия, либо прокуратура, либо суды. То есть, если кто-то разместил какую-либо информацию с призывом, ну, пропаганде войны, например, да, либо национальной религиозной розни, то просто этот материал расследуется, и уже устанавливается наличие или отсутствие. Ну, защитники, адвокаты тут, юристы начинают подключаться. По-другому нельзя. Я хочу выйти завтра на одиночный пикет. Эта фраза является нарушением, сказанная в соцсети. Если вы хотите пикет за то, чтобы там, например, голуби летали над нашим городом, выходите, понимаете? Потому что вы же не призываете к розни. Но если вы выйдете с пикетом, например, ну, там, разжечь какую-то социальную рознь, например, или вы там социальную, против инвалидов, либо против беременных женщин, вы хотите, например, либо там, ну, еще много там, либо против таких-таких, тогда, конечно, это будет считаться разжиганием. Андрей, по-вашему, разве ограничения, разумные ограничения, о которых, я так понимаю, говорит Дженгильды, не поголовные, а разумные, они приведут к тому, что общество, наконец-то, превратится в то самое гражданское. Ведь часто очень говорят, что там трехсотлетняя история Европы, после которой она перешла в такое вот демократическое настоящее, здесь делается на очень жестком прошлом, с кучей ограничений. Ну, история, вещь такая, в ней много всего было, и даже не то, что много фактов самых противоположных, но и много, даже тренд был, ни один, ни два, несколько. И я бы сказал, что с одной стороны, да, история Европы, западного мира, изобилует всевозможными вещами, за которых сейчас современным западным людям стыдно. Но в то же время история Востока, скажем так, не Запада, состоит исключительно из таких, на мой взгляд, исключительно из таких эпизодов и явлений, за которых современным восточным людям, если только они цивилизованные люди, не может быть иначе, чем стыдно. А в истории Запада, в отличие от истории незападных, так называемых, незападных цивилизаций, а наше государство по своей натуре все-таки оно восточное, и это очень плохо. Оно, это оно само понимает, что это плохо, иначе бы не декларировало в Конституции западные, то есть общечеловеческие, то есть западные ценности, свободы слова, собраний, политической деятельности, активности и так далее. И в этом отношении вы про гражданское общество говорили, нет, никакие запреты не могут способствовать содействию гражданского общества, а только его, наоборот, неформированию. Скорее всего, если вот эти вот реальные ужесточения, если вот эти все вот угрозы, которые мы сейчас слышали из Астаны, из Аккорды, если они окажутся реализованы, то, скорее всего, просто у людей, которые сейчас пишут в своих аккаунтах, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее, о том, что думают, просто отпадет желание, возникнет страх, и просто они это перестанут писать. Конечно, мой оппонент будет радоваться, что вот какие соцсети стали благовоспитанные, благонамеренные, но от гражданского общества это нас не приблизит, это, наоборот, очень сильно от него дает. Я много пишу, реально, Андрей, смотрите, я пишу очень много, но я пишу, смотрите, что я пишу, я советы даю. Вы за свободу слова для себя и для тех, кто... Я советы даю, которые помогают тысячи людям, тысячи людей. Например, смотрите, я написал пост, пост написал, универсальная расписка. Вот смотрите, я пост пишу, пишу, как защитить права. Передали деньги, у многих же нет юристов. Я пишу, этот пост читают тысячи людей, я помогаю тысячи людям, понимаете, да? Вот я же не призываю Вот эти вещи нужно просвещать людей Я за то, чтобы соцсети просвещали Говорили о каких-то позитивных вещах Понимаете, да? Вот я за это Нет, подождите, критика это разные вещи Критика, это всегда должна быть конструктивная Она должна быть обоснованная Но я вот не могу понять Уважаемого своего коллегу Оппонента Андрея Как можно говорить о том, что можно все писать Разве можно пропагандировать фашизм? Давайте будем писать, что одна раса Выше другой расы Это же нельзя писать нигде, вы понимаете? Это запрещено во всем мире В самых цивилизованных странах нельзя пропагандировать фашизм Если же допустить, что слово это Ну что же такого, да? Фашисты самые лучшие, давайте так напишем, да? Ну слово же Можно не обращать внимания Сразу к этому Тысячи комментариев пойдут, вы понимаете? Разжигание будет, да вы что? Так как можно относиться? Слово страшная вещь Сейчас слово страшнейшая вещь Хорошо, но... Есть очень простой в данном случае критерий Если мнения высказываемые Во-первых, нужно различать утверждение мнения, информацию и news views Во-первых Во-вторых Нужно исходить из того, что любые мнения, даже самые экстремальные, могут и даже должны быть осуждены, если они при этом, ну, нас, так сказать, нам отвратительны, кажутся нам вредными, страшными, опасными Они могут и должны встречать отпор, ну, полемику, но не должны караться, ну, государством А я вам хочу сказать, что во всех делах по 174 статье, которые, а до нее по, как же она была, по 164, которые я за годы работы Бюро по правам человека, как наблюдатель, наблюдал и как журналист, о которых писал, я не помню ни одного дела, когда бы привлекались, грубо говоря, забей Привлекаются только за, у нас только за перепост, только за мнение, за опросы Согласен, тысячу процентов согласен с вами Для этого необходимо изменить, отмегулировать законодательство И даже, так вы же его предлагаете ужесточить, а я, если говорить о изменениях, предлагаю наоборот Я ни разу не сказал об ужесточении У вас получается, ни разу Слово ужесточить вы не сказали, но у вас получается Смотрите, а что же вы так, вы же слово ничтожили, что же вы к моим словам так цепляетесь-то? Вы же говорите, что слово ничтожено Я не говорю, что ничтожно. Я говорю, что слово не должно рассматриваться как дело и не должно... Ну вот видите, мы... А что же мы к своим словам так относимся? Давайте вернемся к министерству, поскольку мы чуть-чуть... Давайте к министерству вернемся. Вот предположим, что создание Министерства информации и коммуникации в своей вот функции будет вести к тому благу, о котором вы говорите. Что мешало создать это министерство вот в таком виде с мониторингом соцсетей раньше? Вы согласны с тем, что это сейчас рефлекторное решение на митинге? Нет, не согласен полностью. То есть это совпадение? Нет, почему не создать, я могу объяснить. Дело в том, что это не столько рефлекторно, как вы говорите на митинге, это просто мировая тенденция. То, что прошли по стране митинги протеста против так называемой продажи и аренды земли иностранцам и внезапно создание министерства, это что? Я не вижу... Нет, это совпадение, да. Это совпадение. Даже то, что это было сказано в рамках одного заседания? Ну, там другие вопросы были поднимались же. Только эти два? Нет, нет, там еще были вопросы подняты. А вы считаете, это рефлекторное решение? Да вы знаете, это может быть и так, и так. Это может быть и совпадением, но это может быть, но это из тех совпадений, которые, как Мюллер, по-моему, да, Штирлица говорил, что я в такие совпадения не верю. Вот, или наоборот. Дело в том, что у нас все годы, ну, может быть, кроме там 91-й, там 92-й, кроме первых двух-трех лет, и то, наверное, и тогда, у нас власть все время стремилась ограничить свободу слова, ограничить свободу собрания, и с успехом все это делала. И поэтому я, это может быть совпадением в том плане, именно в том плане, что это тогда так, скажем, это было не совпадение, это был повод. Этот митинг был использован как повод для того, чтобы создать министерство с репрессивными функциями. Хотя, в принципе, они это могли сделать и без этого повода. А вы сами, как активные пользователи соцсетей, не боитесь попасть под возможный каток репрессий? Нет, я написал очень много постов, я ни разу не выступал с необоснованной критикой. Я выступаю с предложениями. Ну, это... вам это не напоминает Джорджа Оруэлла и 1984 «Мысли преступления», «Министерство правды»? Есть аналогия, есть. А вам? Нет, нет, нисколько. Ну, то есть вы не мысли преступника? Нет, нет, нет. Хорошо, тогда у меня последний вопрос к вам обоим, если можно тезисно. Какой смысл создавать министерство, если министерство и контролировать соцсети, и, может быть, запрещать какие-то вещи, если все равно есть куча возможностей обойти запреты? Андрей Иванович. Ну, давайте с вас начнем. Так это и не ко мне тоже. Это к президенту, к премьер-министру, к новоназначенному министру информации. Это для них есть смысл. По мне, так я бы никакого министерства такого и вовсе бы не создавал. Хорошо. Можно я отвечу, да? Кратко, четко. Дело в том, что последние 10 лет, наверное, информация стала настолько значительным явлением в мировой жизни, понимаете? За счет чего? За счет интернета, различных менеджеров, мобильной связи и всего-всего-всего. Это не книги, это не телевидение. Это намного более эффективное либо орудие, либо средство. Поэтому, если есть такое явление, как информация сегодняшняя, необходимо его, конечно, как-то именно мониторить и регулировать. Вот чем вызвано это. То есть нельзя закрыть глаза. В принципе, мы обменялись мнениями каждой своим, остались при убеждении каждой своем. Никто никого не переубедил. Да и странно было бы ждать противоположного. Но если бы диалог с государством, с режимом был таким же образом, мы свое, они свое, и на этом разошлись. Это было бы, пожалуй, самое оптимальное. Но дело в том, что мы беседуем, у нас в руках ничего нет. А когда диалог у меня, скажем, с государством, то с режимом, то у меня ничего в руках нет, а у него дубинка. И вот в этом отношении он и опыт жизни при этом режиме видит, что эта дубинка просто так в кармане у них не залежится. Поэтому я категорически против всякого рода законодательных или исполнительных административных новаций в сфере зажима свободы прессы, которые могут быть использованы для зажима свободы прессы. Я за свободу прессы. Правовой нигилизм у вас. И категорически против ее. Да, да, да. Вы против законов, да? Против законов у вас нигилизм правовой. Вот этого другого слова не найдут. Правовой нигилизм у наших властей, которые... Вы же против законов, у вас правовой нигилизм. У вас, Андрей, правовой нигилизм, вы нигилист. Я думаю, что... А вы охранитель. Ну, должно быть так. Обмен небезностями состоялся. Хорошо, что действительно у нас нет дубинок в студии. Что ж, каждый из вас, дорогие телезрители, может решить для себя, какую сторону ему принять. Сегодня у меня в гостях были адвокат Джангильда Сулейманов, сторонник контроля над соцсетями, и журналист и правозащитник Андрей Сферидов, противник контроля над соцсетями. Ну и напоследок можно лишь сказать, что эффективность нового министерства, конечно, будет смотреться по результатам, но в любом случае, так или иначе, главное не пережать. Я благодарю вас за то, что вы нас сегодня посетили. Спасибо за дискуссию. Меня зовут Вячеслав Половинко. Это была программа «Свободный разговор». Оставайтесь на затыке. Субтитры создавал DimaTorzok